Это ты. А это ты, когда была маленькая, батюшку вызывали, и тебя крестили дома. 13-летняя Лера в жизни не сделала ни одного шага. Причиной тому – редкое генетическое заболевание. Но, как любой ребёнок, она активна, жизнерадостна, общительна. Ожидая нашего визита, помогала маме готовить сладкий пирог. Пирог с вареньем, с кружовинным вареньем. Это её, в общем-то, любимое варенье. Она очень любит ягодки. И вот то, что сверху, вот она катала, ножиком надрезали, сама украшала, сама всё. Всё сама, всё сама. Пирог ставила в духовку, всё сама. С первого взгляда эта девочка начинает располагать к себе. Болтушка и непоседа. Сейчас она заливается весёлым смехом, а через минуту нахмурит брови, и тут уж попробуй найди к ней ключик. Лерочка, ложечки раздавай. Всем по ложечке, аккуратно. Удивительной женщиной оказалась мама Валерии, Наталья. Оптимистка чистой воды. Ни разу не пожаловалась на жизнь. Лишь однажды обмолвилась. С дочерью ей скорее трудно, чем легко. Меня Лера очень многому научила за 13 лет. Сидеть и рыдать – это не вариант. Или надо шевелиться и двигаться, или опустить руки тогда, и уже ничего не делать. Поэтому мы выбрали первый путь. Мы и на Украине были, и в Белоруссии были. И к нашей бабушке в Тюмень ездили на машине дважды. Две с половиной тысячи туда, две с половиной тысячи обратно. А вот в родном посёлке путь во многие учреждения для них оказывается тернист. Ни в администрацию, ни в сберкассу, ни на почту, ни в библиотеку мы попасть не можем. У нас есть два клуба. Есть семейный клуб «Горки», и есть подростковый клуб «Юность». Куда мы тоже попасть не можем? Всё со ступеньками. И всё же в своей жизни семья Вахониных не одинока. Помогают близкие, друзья, а девять лет назад администрация посёлка им предоставила квартиру. Учитель приходит к Лере на дом. С учёбой сложновато, девочка учится пока только в третьем классе. Но её педагог Анастасия Яковлева говорит, ученица у неё очень старательная. Борец и во всём, чего бы она ни касалась, она везде всего будет добиваться. Ну, трудно это или легко ей покажется. Быстро привязывается девочка к людям, которые приходят в дом с добром. Прощание с учительницей – традиционные обнимашки. До свидания. Давайте. До свидания. Давайте. Лера очень любит воду. Из моря её не вытащишь, рассказывает Наталья Васильевна. В воде тело становится невесомым, появляется свобода движения, которой в обычной жизни очень не хватает девочки. Но это летом, а зимой. До ближайшего бассейна добраться большая проблема. Пока, считает мама нашей героини, упорно постигая азы вождения автомобиля. И как-то вдруг представляешь. Придёт время, получит Наталья водительское удостоверение, купит машину и тогда они с дочерью, и в бассейн, и в театр, и куда угодно. Главное – верить. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.